I have ways of blowing things off. I have ways of blowing things off. Возможно, нет. Не знаю, не знаю. Захотелось попробовать, захотелось посмотреть. В настройках вначале мне сказали, что лучше всего это все играется в наушниках и с геймпадом. Геймпад я подсоединить не хочу и не буду. Немножечко игра побаловалась у нас с захватом изображения, но сейчас должно быть все нормально. Давайте, по крайней мере, в этой серии посмотрим, как у нас будет со звуком, с изображением. Стояло ограничение на 30 фпс, я его снял, поставил на 60, поэтому должно все нормально, по идее, летать. Поехали. Новая игра. Только в настройках копался, не заходил, не знаю, не видел. Давайте испытаем это все вместе. Ну, мотылек, мотылек, мотылек. Мне кажется, это немножко долговато прогрузка. Причем она совершенно не загружает компьютер, не загружает системы, у меня полно ресурсов, она даже треть компьютера не загружает, но при этом грузится долго. Это немножко странно. Хорошо. Энтер. Да. Все началось с мертвой девочки. Мертвая девочка. Хорошо. Надо бы... Посмотрим, может быть, звук немножко попросил. Нет! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я понимаю, почему не показывают попадание, это, типа, жестоко. Почему момент выстрела не показывают? Ладно. С самого детства я часто видела один сон. Конец лета. Девочка бежит через лес. Луна. Запах хвои. И потом... Выстрел. Подстаканнички, как в поезде, смотрите. Это ситуационно себя казалось таким реальным. Кровь на щеке, холодный пот, остужающую кожу. Я убедила себя, что все действительно было, и что все это не, это бесполезное воспоминание. Часть себя сама не могла понять до конца. Чего ты такая грязная это? Я многое в себе не понимала. Чего ты такая замызганная? Ты сидишь. Неудивительно, что люди всегда называли меня странной. Ты странная, потому что ты не моешься уже неделю. Хотя они не знали всей правды. Ты сидишь. Готовишь себе чайочек. День, когда раздался тот звонок. Был худший день в моей жизни. Тот день я вернулась домой, чтобы попрощаться с отцом. Что пойдите в последний путь. Костюм. Калст. Все просто. Он делал это каждый день. Ребята, курить это плохо. На меня даже смотреть на вещи было что-то. Ладно. Нужно было передышкой, чтобы собраться с сеной. Она постоянно курит, а курить это плохо, ребят. Никогда этого не делайте. А то будете такой же психануток, как она. Ладно. Я почти собралась с сеной. Я не могу найти его специальный клейк. Мы играем. А, мы же здесь не понадобятся. Ага, вот как. Там же. Ага. А, мы же здесь понадобятся только для того, чтобы нажимать. Я понял. Кью назад. Это. Октябрь. Ага. Так, ну, прочесть. День памяти ангелов-хранителей. Похороны в 10. УЗИ. Деу Мария, Розария, Биопсия. Отправить посылки Марианне. Прием у невролога. Похороны в 12.30. УЗИ. Прием у неврохирург. О, извините, ребят. Похороны в 9. Похороны в 11. Забрать Марианну с вокзала. Ноябрь. День всех святых. День упоминания особших. Операция. Кью, понятно. Тут ничего больше не будет. Хорошо. Да, сделаны кривоватенько. Не потому что... Нет, как бы, ребят. Они говорят, что в это лучше всего играть на геймпаде. Не потому что лучше всего играть на геймпаде. Потому что эта игра была запилена исключительно для геймпада, к сожалению. И... Сделали бы экшн-кнопку тогда на клавиатуру. Ладно. Че здесь? Честно говоря, мне не нравятся вот такие сеттинги с замкнутой камерой. Можно очень много чего упустить, много чего не заметить. И вот что я вам скажу. Она не то чтобы... Знаете, есть люди, которые делают игру на геймпаде для консолей. И потом переделывают удобное управление для компьютера и мышки. Нет. Здесь ребята взяли и просто сделали игру для консолей. Ну, для геймпадов. Типа, хочешь играть на это в компе? Играй на геймпаде. Не буду. Книжку. Мне интересно книжку посмотреть. Зато звук паркета, слышите? Она каблуками скрипит. Вот это сделано круто на самом деле. Вот это сделано хорошо. Что, черт? Спасибо, что вовремя камеру переключили. Я увидел кошку убегающую. Ну, блин. Ладно. Ох, уже эта перспектива. Ну, ладно. Нам подсвечивают точки, с которыми мы можем взаимодействовать. Это тоже неплохо. У тебя кошка голодает. Это выглядит питательно. Коси-такоси. Объединять? С чем? С галстуком? Не, спасибо. Спасибо. Так, газетка. Пора читать. Символические похороны шахты Серши. Горняки шахты Серша сегодня вышли на работу, но вместо фонарей и керак они принесли черный гроб, на котором горели свечи. Он символизировал крах их компаний. Мы не шахту хороним. Мы не шахту хороним, заявляют члены горноправительного комитета Серши. Мы не дадим им похоронить нашу работу. Этот гроб понадобится вислинской угольной компании. Шахтеры также сообщили, что завтра придут на работу. Они отказываются принять ликвидацию шахты Серши. Тем временем их коллеги протестуют у штаб-квартиры компании Тыхы. Ого. Они стоят у входа... Что? А, они строят. Тьфу ты, блин. Я тормознул, извините. Они строят у входа стену и каждый день укладывают по слою кирпичей. Еще пять слоев и стена достигнет потолка. Новая миссия НАТО. А, мышкой тоже крутить. Спасибо, блин. Мышкой ничего нельзя делать, но мышкой можно нажать одну кнопочку и крутить колесико. Хорошо. Новая миссия НАТО. Обеспечение стабильности после окончания Холодной войны. Сегодня президент США Билл Клинтон... Так, это у нас 90-е, значит. Хорошо. Выступил с важным посланием по случаю годовщины нападения Берли... Нападение? Падение Берлинской стены. Стена нападает. У меня со стенами сегодня не ладится. Там стена строится, тут стена падает. Кстати, аллегория. Ну ладно. Президент оценил прогресс в укреплении демократии в Центральной Восточной Европе за последние 10 лет. А также вкратце перечислил будущие задачи. Он также подчеркнул, что участие и помощь США были и остаются критически важными для мирного преобразования Европы. Президент Клинт видит Европу неделимой, демократической и мирной. К этому введению его приблизило еще одно важное событие. Вступление Польши, Венгрии и Чешской республики в НАТО. Если вы помните, была Чехословакия, потом появилась Чешская республика. Ну, то, что сейчас является Чехией. Хорошо. Лидеры НАТО надеются, что новый статус и крепит демократический строй этой страны. И они внесут свой вклад в поддержку безопасности и стабильности в Европе. Почему на эскейп не... Ой, блин, ладно. Я насчет управления чувствую, что наноюсь. Так что давайте попытаемся не обращать на это внимание. Накорми кошку. Вот ты. Какая твоя лица? Я рада видеть, что ты все равно наноюсь. Хорошо. Сразу пришла покушать. Но такие моменты мне нравятся. Такие моменты мне нравятся. Я не могу все... Надо же все еще до сих пор тут. Ох, Джек. Что за Джек? Том, который построил Джек? У-у-у-у. Ладно. Кажется, я про это забыла. Можно проявить сейчас. Я могу это сейчас. Ах, это слишком быстрое. Это нужно длиннее экспозиции. Так. Или... Так, 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 так. 5 секунд поддержать. На 3 секунды сюда, 3 секунды сюда, 3 секунды сюда. Спасибо. Ох, ты потерял мою дверь. Теперь она уже обрадована. Секунды. Я тебя понял. раз-два-три-четыре-пять оба да зачем ты вышла то раз-два-три 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 последний раз когда я снимал отчет джек черт почему ты батю называешь джеком я понимаю что в америке есть такие загоны иногда но вроде как у вас были нормальные отношения чё ты как это не родная но все ладно проявили фоточку не знаю мне такая тема не нравится когда родители называют по имени должно случиться что-то очень фиговое в твоей жизни чтобы ты называла родителей по имени они мама и папа то есть насколько этот человек должен стать тебе чужим чтобы это произошло так нас тут даже не соберись марьяна ищу с собой разговариваешь нормально нормально полный комплект книга 1984 год вращать отчеток беспардонно темно ребят погодите сейчас вот так посветлее получше не знаю очень прям очень темно было так ладно и чем не с этой книги то но помню повращал я ее может что-то вытрусить как-то я с ней никакой информации получить не могу ладно то есть у нас целая ванная комната в которой есть книга с которой я ничего не могу сделать книга примерно кстати десятилетней давности плюс минус ну или но по крайней мере то что написано на заголовке с у нас какой 9 стоп берлинская стена клинтон начало 90-х начни десятилетний значит я ошибся прошу а я не могу этот эта дверь на выход ну блин так поиска зале подходит такая к двери на выход так зажим соберись типа идти искать дальше подсказки пока что выглядит не очень если честно комната джека как будто до сих пор черт ну да да ты у нас очень эмоциональная личность я это понял может никогда не найдешь место в жизни джек принимаю странности единственное почему всегда говорил что я особенная понимаете у них видимо были очень хорошие отношения но единственная причина по которой я вижу чтобы она называла его джек а не папа это то что она приемная здесь нельзя погладить котика джек был скромным верующим человеком этого похоронный бюро я помогал ему в работе мне нравилось быть полезным кто тебя покорит я тел я его я и уже покормил то что здесь котика нельзя погладить покормить можно ну блин она здесь дайте мне погладить нафига мне таращиться на всякие иконы всяк такой вот тут котик если его погладить хочу ладно джек в профсоюзе солидарность это не сломило его дух 70 год кстати ясно понятно каманджа короче порезть потому что и положение ладно попробуем по-другому папа какому интуицию у меня есть интуиция белая с красным ну это польский флаг так то найти зажим кстати а как мне посмотреть подойти к похоронным бюро окей айтинк так цвет чак свейтинга стерс аристики даже пора попрощаться мы и деби back in my old room странно ходить в старой комнате столько много воспоминаний я изданных форум раньше коллекционировала даже не знаю почему я guess they just used to make them радовали jack knew it well that's why there's so many of them here поэтому так много да ребят насчет озвучки говорите читать вам все это или вы будете сами читать потому что все таки есть полный дубляж титрами хотите ли вы слышать мой бубнеж или вами так нормально может быть я как-то разрушаю атмосферу так что пишите говорите ребята из приюта не всем повезло как мне поэтому учалась на их помещала играла с ними заботилась о них слушала их то меньше что я могла сделать видите то что я вам сказал в предыдущей комнате единственная причина по которой она может называть его джеком это то что она приемная так оно и сыграло духи когда-то я пыталась сбежать от них и слушать их зов но когда я помогла Мэтью уйти шоу то блин так хорошо она приемная и это объясняет вот этот поворот хорошо 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 не грамот за то что по словам правильно джек конечно не был и брат но никогда не злился и мне стыдно за то что он терпелся за меня уважаемый господин Оркан просим вас явиться на встречу с учителем на котором хотели бы обсудить происшедший в четверг случай напоминаем Марианна передала одному из учеников послание от его умершей бабушки мы понимаем что так она хотела его утешить но такое поведение по меньшей мере неприемлемо поскольку вы уже не раз мы уже не раз сообщали вам о проблемах ее поведения мы считаем что нам необходимо обсудить возможность дальнейшего обучения Марианны в нашей школе директор начальной школы номер 7 София Каня да Каня да ну хорош ну почему эскейпом нельзя выходить ребят ну это же бесит деревняшая своя религия я в чаще часто людям показывала штук чтобы их напугать претендовала круто карта пациента реанимации общая информация Марианна Фомедакета 3 года женский первичный диагноз термический ожог пламенем торс верхние конечности 35% вторая степень ожога что ли ингалекционная травма уход уход и стабилизация первичная перевязка респираторная поддержка инфузорная терапия обезболивание пациенту проводится оксигенация высоким потоком до исключения отравления углугарным газом вот опять я сейчас палец занес над эскейпом в последнюю секунду вспомнил что здесь так не работает не знаю это бесит эскейп должен быть эскейпом ребят это должен быть выход и вот эта же фишка есть момент в экзаниме если вы помните из некоторых менюшек можно выходить эскейпом из некоторых нет никогда не делайте так если вы когда-то будете делать игру вы никогда не делайте чтобы эскейпом нельзя было выходить из менюшки ладно побывали в своей комнате побывали в комнате Джека покормили котеечку котеечку надо бы забрать по-хорошему потому что кто еще будет ее тут кормить вообще ты на самом деле ты говоришь что ты была тем еще придурком придурок ты вроде как и сейчас потому что ну на кого остается вся эта квартира все ладно вроде как тут мы все обшарили нам пора жили прямо над похоронным бюро Джека не наконяла тоску как может показаться кроме того именно благодаря тебе научилась пользоваться своими силами а что у тебя уже за силы давай рассказывай то что видишь девочку мертвую или то что не моешь это по две недели какие у тебя силы двери закрыть не хочешь не знаю меня такие вещи в играх на самом деле бесят а они сами закрыли спасибо ну то есть помните как было во второй мафии когда ты выходишь из квартиры берешь закрывали за собой дверь прикольно зайди пожалуйста я не могу повернуть камеру чтобы посмотреть а в сохранении пролетела хорошо знаете подобная камера была в первом-втором резиденте на втором же тоже вроде такая была потому что тогдашние технологии не могли себе более-менее позволить стабильной работы ферст-персон зачем сейчас подобную герри сделать я не понимаю эта камера ощущается абсолютно неуютно и неприемлемо я очень надеюсь что сюжет этой игры вывезет потому что первоначальные впечатления именно от геймплея то как здесь расположена камера и то как здесь работает управление мне честно говоря не очень нравится есть много приятных мелочей не поймите мне неправильно то есть тот же скрипящий пол звуки шикарнейшие просто ну блин хотелось бы чтобы ничего не вы не мешало погружению смотри сколько ты накурила уже кстати да вот это еще один такой минус то что у нас главное главный персонаж курит этот паровоз ты не делай такие плюсы ладно надеюсь хоть не алкоголичка там чаю пила вначале и то неплохо а бегать я не могу не могу хорошо ну на shift нажал ничего не случилось буду пытаться заглядывать во всякие уголочки пока что никаких секретов кстати чувством я могу пользоваться прямо сейчас может можно было еще как-то в квартире что-то сделать ладно возможно было рассчитано что я предчувствием еще по квартире порой что-то сделаю я просто забыл об этом возвращаться я наверное из-за этого уже не буду просто я подумал о том что папа научил меня понимать эту особенность из всех моих приемных родителей поэтому он решил что это дара не проклятие так судя по всему мы как раз где-то в Европе судя по вот автомобилям вот этот вот белый здесь справа это это же да у рейсер какого он года 94 5 может 6 вот этот вот мини бусик я честно говоря просто забыл его марку но он где-то из он старенький довольно уже я пока просто по обстановке пытаюсь сделать выводы где мы находимся последнее прощание последний путь похоронное бюро но это не последний путь это последнее прощание ну ладно надо почаще пользоваться вот этим своим предвидением предчувствием не знаю что оно мне даст то же самое спасибо да ну хватит блин серьезного рука автоматически на эскейп тянется да это уж точно чего get out но это снизу выметайся а сверху что написано а не тюгена вот нужно выбраться понял 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 камера мне не приблизит нет спасибо спасибо ходи вот так вот нюхай носом стенки чтобы не пропустить ничего там кто-то прошел за окном кстати ключ точно подойдите к похорону мы подошли подготовьте к джека к погребанию я сейчас буду джек в морге я буду сейчас труп одевать это его собственно похоронное бюро как иронично на комната подготовки про честь комната предварительной обработки только для персонала не помню чтобы запирала ее на кейс и пене а в колюч наверное в кабинете не помню чтобы запирала наверное потому что ты не запирала возможно тут есть кто-то еще ну или такой путь загнат нас в офис наверно наверно так давайте почитаем отчет сохранениями уме имя уме имерший адам новак умершего в данном случае полумужской краков мы в польше таки да то есть у него заклепочка с польским флагом мы находимся на территории дамы мы в польше так дтп станислав студент университета состоял так дтп дополнительные услуги бальзамирование облачение тела посмертный макияж парикмахера восстановление после утопсии цветы книга регистрации мемориальной таблички джек госпожа новак приняла подтвержденное подтверждение оплаты она в шкафу роберт взял выходной в пятницу так что нужно найти ему замену марианна вот и ключик prep room блин ну ну ладно ага это ты с джеком это урночки которые вы предлагаете людям по бешеным ценам знаем такое хорошо хоть и на личном опыте но знаем ну тут вроде ничего такого нету пойдемте вот эту дверь я не могу открыть не знаю что это ну ладно давайте-ка сейчас мне просто интересно что тут по секретам но видимо или я уже пропустил или их тут нету но все же очень просто решается так так он он это то стой я туда пока не хочу мне туда надо спасибо камера что не дальше смотреть комнату спасибо очень круто а заходи не уверен что готова к этому готова готова музыка такая нагнетающая нам сюда курточку можно взять но чё так скутненько то все но серьезно очень мало очень мало чего нам разрешают здесь сделать это это неправильно то ли я не знаю если может быть игра в будущем разгонится было бы хорошо смотрите сколько здесь всего и нам ни к чему нельзя притронуться кота погладить нельзя притронуться ни к чему нельзя то есть вещей мало но не в а триндит она по помощи по поводу каждой вещи много вот вот этот баланс нужно бы немножечко подкрутить как на мой взгляд ну ладно вот эту куртку ешь можно но и мы сейчас его будем одевать в эту куртку наверное вон галстук наведись открой блин да 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 привет джек а надо я думал он тащить сама будет на тащить хорошо отпусти так он а просто галстук одеть я понял а где галстук но он же висит там сзади тебя почему его сразу нельзя было взять такие моменты бесят все да да объедините вообще-то это не так делается сначала одевается галстук потом одевается зажим так я не ждал что будет что это будет просто наверное вообще не знала чего ждать когда такое случается с близким человеком ты словно выгораешь изнутри вот так теперь ты готов я думаю ты готов да все суперски а я а я это очень глупо то что ты этим занимаешься вот что я тебе скажу для таких вещей знаете такую поговорку сапожник без сапог вот ты не должна этим заниматься у вас же 100 пудов не единственное похоронное бюро в городе ты могла бы поручить это каким-нибудь своим там конкурентом коллегам не знаю кому написано же закрыт о сейчас проколбасит тебя кью промотать прикольно не буду проматывать так сейчас нас будут пугать да подготовьте поднимитесь наверх о спасибо фиксированной камере мы сейчас будем гадить в подгузник гляди какая там фигня стоит у у и у у так ну давайте смотреть у у конечно духи ну тут блин вот тут переколбасило при всем кто-то сбежал из урночки Да-да, это случилось Мне было раз до того И на сотворное, когда оказалось, что хуже стать уже не может Опа Где этот паршивый блокнот? Я могу опоздать Марианна? Марианна, девочка моя, ты плачешь? Марианна, ты... Все хорошо, Джек Ты не видел, а мой блокнот, милая? Ты же подводит старость, не радость, да? Джек, тебе нужно отдохнуть Оставь блокнот в покое О, милая, не нужно столько сделать, я не могу просто... Джек, брось, это все не важно Ты плачешь? Что случилось, милая? Почему тут так холодно? Где же этот проклятый блокнот? Тише, все хорошо, Джек, все хорошо Моя славная девочка, моя Марианна Что бы я без тебя делал? Джек, не беспокойся ни о чем Тебе пора отдохнуть Тебе пора отдохнуть Тебе пора отдохнуть Знаешь, когда-то я пообещал тебе, что никогда не дам тебя в обиду Никогда, пока я жив Все хорошо, я обещаю Будь осмотрительно, ладно? Нет рисковых вещей, да? Нет рисковых вещей, да? Хорошо, Джек Да, Джек А теперь тебе пора отдохнуть Да, да, спасибо, Марианна Я люблю тебя, моя девочка Люблю тебя всем сердцем С первой нашей встречи Помни это Не забывай Всегда Важно, что люди отдали бы все за подобную возможность За шанс сказать все, на что не хватило времени Но мне от этого не делалось легче Я была готова помочь Тысячи души ретивированной Только дело дошло до Джека Так оказалось ужасно больно Тоже люблю тебя, папочка Вот теперь папочка Почему бы чаще его при жизни не называть папочкой, а? Сиди, жалей теперь об этом Раньше я считала, что все видят мир так же, как я, как вижу я Разделенным Разорванным на двоих Только я сказал, что она не бухает Но нет, это и делал только я Теперь она еще и бухает Она и курит, и бухает Отвратительно Вернее, это я так думала Мы закрыты Есть еще похоронный бюро в городе Магурать номер Марианна? Кто это? Ты не знаешь меня, Марианна Но я знаю тебя Слушай, если это шутка Ты должна выслушать меня, Марианна Так, все, эту трубку Я знаю, что ты особенна Кто? Кто это? Меня зовут Томас Мне нужна твоя помощь Ну, слушайте, вам больше нечего сказать Нет, я могу сказать еще многое Я отвечу на вопрос, который мучаю тебе всю жизнь Но ты должна мне доверять Доверять? Я же даже не знаю Все началось с мертвой девочки Что ты сказал? Дома отдыха Нива Пожалуйста, свет Его почти не осталось Еще не совсем темно Но еще не долго Ты сможешь покончить с этим Это моя единственная надежда Ты только что трубку бросить хотела Счет Нет, ну вы представьте Это реакция нормального человека Вам кто-то звонит Я расскажу тебе что-нибудь интересное Это касается только тебя Кто бы? Я ложу трубку Серьезно? А, Bloomer Team Production Между прочим Не знаю, кто вы такие Но как-то... Ладно Да, Мянзуковский А, это поляки И все это все-таки происходит Все это в Польше Что хорошо Дудик Надо будет посмотреть Может тут есть локализация На русском Хотя я вроде смотрел И вроде как не нашел Но возможно это просто Я такой кривоглазый человек То есть мы находимся Где-то в Польше В начале Или в середине 90-х Интересно А это все как-то можно... Выглядит как конец игры На самом деле А не как начало Ну то есть такие вещи Обычно Для начала фильма Это подходит Медиум Медиум Да Ты еще на мотоцикле ездишь А, это твой мотоциклет стоял во дворе Фургон Это получается Был ваш Рабочий фургон Сорвалась по первому Смуту какого-то незнакомца Отправилась в путь Но я научилась доверять Инстинктам Что-то было в этом человеке Смуты его голоса Да у него паника В голосе была Что-то смутно знакомое Кроме того, похоже Что за притормаживание, ребята? Алло Ну че, байкершу Я не знаю У меня пока что Смешанные ощущения От нашей главной героини Партинный дом Сразу же Почувствовала что-то не так Продить через ворота Да, но через ворота Мы с вами пойдем уже туда В следующей серии Для первой серии Это вполне достаточно Мы немножко познакомились с игрой Немножко познакомились С главным персонажем С завязкой истории Завязка истории Очень интересная Концепт очень интересный К сожалению Немножко кривоватый геймплей И я пока еще не знаю Что думать Насчет главной героини Потому что она сделала Несколько хороших вещей И несколько абсолютно тупых вещей Я поэтому не знаю В какую сторону склоняться Вот Но Об этом мы уже тогда узнаем В следующей серии Ребятушки Спасибо, что были с нами Увидимся В следующий раз Всем удачи Добра-бобра Всем молодушек Всем покеда Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»